Трудный поход, немного фантазии и искусство монтажа. Идеальный рецепт для создания нового шедевра. Мы снова в павильоне Народной киностудии РГРТУ. В гостях у ее директора Алексея Пятшего. Энтузиасты, но они обязаны делать какие-то вещи. Вот это очень интересный вопрос, потому что никаких, по сути, рычагов у меня нет, чтобы на них надавить, чтобы им приказать, не дай бог. Алексей Пятшев хоть и директор, но не устает повторять. В этих стенах они практически все одного ранга. На то она и Народная киностудия. Здесь берут старт начинающие операторы, монтажеры, журналисты и аниматоры. В копилке студентов несколько очень достойных молодежных проектов. Привет! В эфире Радиоактивность. Меня зовут Яна и я расскажу вам о самых интересных событиях Рязани и Радиоуниверситета. На студии принято практически все делать самостоятельно. Вот скромно дожидается своего звездного часа баннер для программы. В нашей профессии его называют задником. Причем, конечно, зрители никогда не увидят, что она такая маленькая, нескромненькая и нарисована просто на арголите силами наших ребят. В кадре она смотрится очень элегантно и красиво. Ежегодно студия занимает более 20 призовых мест на региональных и всероссийских фестивалях кино и фотографии. Приз называется «Золотая лента». Это крупнейший молодежный видеопроект, видеоконкурс, где там собирается бесчисленное множество работ. И когда мы попали в финал туда, мы очень были довольны собой. Потому что действительно из 6 тысяч работ выбрали 30 работ. И мы попали в финал, нас пригласили туда. И двое ребят поехали туда. Это в Томске проходит. И какое же было их удивление, когда сказали, что мы заняли первое место. Ну, просто радости не было предела. А ведь начало нулевых могло стать роковым для киностудии. И все эти удивительные вещи так и остались бы пылиться на складе РГРТУ. Вообще был очень тяжелый период в студии, когда пленка уже ушла, а цифра еще не появилась. И вот этот промежуток времени, когда и техники нет, и монтировать не на чем, и люди не знали, что делать. И в этот момент практически все киностудии, которые были в Советском Союзе, они позакрывались. И только увлеченные съемочным процессом люди не дали погибнуть в народной киностудии. И хоть именно такие энтузиасты и положили начало рязанскому телевидению, их последователи менять кино на ТВ не спешат. Говорят, творческой составляющей у нас маловато. Современные операторы в основном снимают на зеркальные камеры. На самом деле это нонсенс. Когда приходишь к... Когда актеры видят, на что ты снимаешь, они неудовленно смотрят, почему, зачем вы сейчас будете фотографировать. Вот. Мы объясняем, что мы так снимаем кино. И действительно, современные фотоаппараты цифровые, зеркальные, у них большая матрица, и за счет этого у них очень высокое качество записи. Сам Алексей Пятшев вырос в семье, где абсолютно все инженеры, но никто не работает по специальности. Детство я мечтал стать водителем автобуса. Вот четкое, абсолютно, я знал, я играл, это мое любимое было. Почему? Потому что мы переехали в самый последний дом до школы Песочни. Вот. А, естественно, там все кружки, художественная школа, бассейн, еще какие-то, они были здесь. И поэтому каждый день приходилось совершать поездку от дома сюда, который занимал по часу в день. Естественно, я прилипал к стеклу около водителя и смотрел вперед, смотрел, как он нажимал на кнопочки, открывал дверь. И мне это безумно нравилось. И я прям мечтал, что я стану обязательно водителем автобуса. Вот. Все мои игры были, только что-нибудь похожее на кнопку, все, двери открываются. Вот. На лыжах это водитель трамвая. Как интересно, идешь на лыжи, делаешь остановки, объявляешь станцию. Когда приезжаешь в Поперечную, ты же не говоришь день-день. На самом деле, место творчества в его детстве было всегда. Взять хотя бы тот факт, что дедушка и папа тоже с удовольствием занимались фотографией. Чайка. Вот это, кстати, мой первый фотоаппарат. Это прям вот мой. И я был так горд, когда увидел этот фотоаппарат, что у меня есть настоящий фотоаппарат. Вот. Ну, кажется, первая пленка была полностью запорта. Последнее школьное собрание, которое посетил его отец, было в восьмом классе. Алексей узнал об этом случайно, когда увидел родительскую записную книжку с полностью разрисованной страницей. Папе было явно скучно. Родители вообще всегда с доверием относились к его поступкам и выбору. Конец школы, сдаем все экзамены. Вот. Экзаменов-то было много. Это и тестирование. Я еще и в Бауманку поступал. У меня получилось за месяц 14 экзаменов. За два месяца 14 экзаменов. Вот. И я в какой-то момент встаю рано утром, в мае, и выходит заспанная матушка из соседней комнаты и говорит, «Ты куда?» Я говорю, «Я в школу». «Ты ее еще не окончил?» Вот. Для нее было это настолько удивительно, что я еще не окончил школу. Ну, а теперь долгожданный экшен. Слабонервным можно остаться. Это пародия на кино. «Здравствуй, Алекс. Ты посмотрел все части фильма «Пила». Ты думал, что это выдумка, и с тобой никогда подобного не произойдет?» Работа над роликом в стиле ужасов оказалась интересной в плане исполнения. Авторы собрали массу разных движений кинокамеры. Особенно сложно было снять момент, когда у главного героя вылетает челюсть. У меня было такое кольцо, медленное, прям как пассивное. Очень неприятно. Когда я его одеваюсь, действительно, оно цеплялось очень сильно за челюсть. И я всегда боялся, всегда вот эта цепочка, которая к ней шла, держала двумя руками, чтобы случайно кто-нибудь не дернул. А то, правда, вырвет. И в тот момент, когда должна у героя вывалиться, оторвать ему эту челюсть, там есть этот момент такой страшный. Мы подумали, ну, а как снять? Ну, давай попробуем. Вот, я просто взял в руку, вот, и отпустили. Как-то она упала некрасиво. Ну, просто металлическо. Мы еще не знали, как делать. Мы вставили туда обычную губку. Вот, давай вот так, чтобы она, ну, лучше как-то. Прям вот схватили, и все. Она улетела, мы посмотрели по картинке. Абсолютно четко кажется, что действительно челюсть вылетела. Только когда по одну сторону современные видеокамеры, а по другую их неуклюжие тяжелые предшественники, остро понимаешь, как много летки, но скрашивают наши будни, вечера и самые яркие моменты жизни. Ну, естественно, он разобран. Вот подставка под него, здоровая такая, он весит, весит килограмм 70. Вот. Пока не дошли руки, чтобы его собрать, красиво поставить. А эта кроха с портретом Есенина всего лишь советская зажигалка, которая напоминает, что реальные модели были и меньшего размера. Удивительно, но почти все советское оборудование на киностудии до сих пор функционирует. Снимать таким объективом тяжело даже со штатива, все равно болтается. Но представьте, до сих пор выручает. Он висел у меня просто под пуховиком, потому что была зима холодная. Это была удивительная вещь, когда ты достаешь такую вот трубу конденсационную и пытаешься на нее фотографировать, причем видно, что ты это современный фотоаппарат. Многие не верили, что это вообще объектив. Но зато можно птичек-синичек фотографировать буквально с любого места. Потому что видно их издалека, а у него минимальной дистанции фокусировки 10 метров. Если на такой объектив накрутить специальный окуляр, то получится телескоп. К счастью, сегодня кинооператоры в поисках необычной картинки и свежей идеи напрягают не столько мускулы, сколько извилины. Камеру вешали на длинные палки. Тоже очень интересные кадры. Можно... Мы зимой на велосипедах еще ездили, походу. Вот. И очень тоже интересные кадры, потому что, когда едешь по льду, абсолютно ровно и прямая, ничего не трясется. И удивительно, потому что, когда мы начали отсматривать материал, получается, что велосипед как будто он стоит на месте. То есть панорама достаточно большая, задний план далеко. И ты видишь, что человек крутит педали, видно, что колеса крутятся, но нет никакого ощущения, что это движется. Удивительно, но в то время, когда сложные походы помогают творческим натурам выжить вне цивилизации, кинокамера в руках напоминает о том, что и в этом есть своя романтика, и нужно уметь ее показать. Хлеб был раньше батонов, теперь нарезной. Потому что, чтобы не надо было резать. Раньше пихли хлеб, теперь потом батоны, потом нарезной хлеб, что дальше пережеванный, видимо, будет. Оп, положил, жевать не надо, сразу булькай и все. Или вколол себе куда-нибудь, чтобы не... Батон. Оп, и все, батон съел. Вот. То есть все проще и проще, проще и проще. Мы уже не умеем там гвоздь забить, нам нужно посмотреть видеоинструкцию, как забить гвоздь. Вот. А походы, они, наоборот, выращивают тебе чувства. Вот ты пришел, дождь, разведи костер, на, попробуй. Если не разведешь, замерзнешь. Вот. То есть ставит перед фактом. Сейчас факты таковы. Практически любой может купить видеокамеру и открыть свою студию. А потому талантливым операторам, монтажерам и сценаристам в разы сложнее, чем предшественникам. Нужно все время искать новые приемы. Поэтому с пониманием дела мы желаем в этом преуспеть. Субтитры сделал DimaTorzok